Алхамду лиллэхи роббил аламин وассалату вассаламу альa сайиды المурсалим сайиди на мухаммадин аль алихи васахбихи васселям таслиман кафира хвала аллаху господу миров мир и благословений нашему пророку мухаммаду саллаллаху али салям субханаллах я хотел поднять тему рамадан и дитей и хотел бы обговорить и поговорить по поводу ребенок держит ли пост или нет Братья мои, Рамадан — это не только месяц голода. Некоторые относятся к Рамадану — это месяц и живот, и все, понимаете, да? Их гастро, их желудок, и их Рамадан, и все это. Только об этом думают. Валлahi, таллahi, билляхи, не была лучшей академии и школы, как Рамадан. Рамадан — это важнейшая школа именно для ребенка. Вот Рамадан — это месяц терпения. Это месяц не только голода. Некоторые как смотрят к нему. Ну и что это еда? Субханаллах. Это ничего. Это месяц образования, учебы, занятость, работать над собой. Это месяц научиться выносливость. Честно сказать, если мы посмотрим, я вам как детский хирург уже с вами разговариваю. Как мы смотрим, как мы воспитаем детей на сегодняшний день, валлahi, мы очень жидко их воспитаем. Сравнить сегодняшнее поколение, я уже могу сказать, что я два поколения лечу, да? До десятого года и до двадцатого года, скажем так. Они очень разные. Второе поколение только айпад, телефон. Очень слабый, подвижный образ жизни. Некоторые мышцы вообще не развиты. Очень редко увидишь полностью здорового ребенка. У него все рефлексы хорошие. Очень редко. И что хочу сказать, Рамадан, это как раз учит ребенка выносливость. Братья мои, на самом деле наши дети очень жидкие. Поверь мне, сегодняшний день твой ребенок, ты учишь его не пить воду. Учим ребенка выносливость. Субханаллах, на сегодняшний день иногда видим, что уже дети у нас есть, кто зависим к наркотику. Есть кто-то, зависим даже к сахару. Есть кто-то, зависим к телефону. Как Рамадан, никто никак не учит наших детей быть выносливыми. Братья мои, представляете, Субханаллах, однажды во время Рамадана было очень жарко. Субханаллах, я смотрю, мой сын во время урозы стоит около стакана воды. Вода прямо течет отсюда, отсюда течет под холодную такая вода. Видимо, жарко было. Субханаллах, сначала я пожалел своего ребенка. Говорю, Аллах, пусть попьет. Я потом подумал, кто больше милосерден? Я или Аллах, Субханаллах, конечно, Аллах. Значит, это для Него нужно. Валлах прошла, братья мои, пять лет. Я смотрю на свой ребенок сегодня. Мой ребенок может отказаться от сигареты спокойно. Ему сейчас 16 лет. Говорю, курить не хочешь? Нет. Ты такой не хочешь? Нет. Он умеет сказать нет. Понимаете, сегодня твой ребенок отказался от этой конфетки. Завтра отказался от сигареты. Послезавтра от насвая. Послезавтра от, Субханаллах, от плохой женщины. От игрушки в какой-то харамской игрушке. Понимаете? Научим ребенка быть выносливым и уметь сопротивлять свои страсти. Субханаллах, я заметил тот поколение, который реально держали после детства. Этот ребенок или этот мужчина, который стал первым ребенком, он держал пост будущим ребенком и стал мужчиной. Реально эти люди запросто могут сопротивлять свои страсти. Да, есть страсти. У меня тоже как мужчина перед вами. Не только я доктор, не только я, допустим, ищущий знания, но тоже у меня есть страсти. Я не вижу лучше, чем тот школа на сегодняшний день. Почему я так могу сопротивлять свои страсти? Могу идти их против. Я голодный не кушаю. Я пить хочу не пью. Я спать хочу не сплю. Я хочу спать. Да, я хочу идти туда. Останавливал желание есть идти туда, тоже туда. Где харам. Я помню, 25 лет, я очень сильно страдал этой сопротивлением. Но сегодняшний день я радуюсь, я наслаждаюсь, что я не ходил 20 лет на этих дискотеках. Я сегодняшний день, в Аллах, радуюсь, что я не гулял таким образом, как гуляли мои коллеги. Сегодня, алхамду, Аллах сохранил мою семью. Аллах мне сохранил. Понимаете? И это все благодаря поста вчера, когда был маленьким. Родители не жалели. Да, ты будешь пост держать как мужчина. Понимаете? По-любому, братья мои, мы должны дать этому месяцу почет. И поверьте мне, я как врач вам говорю, если у ребенка нет страшных хронических заболеваний, как сахарный диабет, да, или как, допустим, я не знаю, есть ли у него язва или нет, или проблемы с желудочным кишечным трактом, ребенку можно с 7 лет дать ему урозу, смотреть на его состояние. Иногда полдня, я помню, сам так начал уроза, в 6 лет, иногда полдня, мама прямо контролировала в 6 лет. Да, даже я гордился, как гордились подвижники, что был для вас назначен пост. Я мужчина, тоже хочу, как папа. Субханаллах, я даже иногда сам запрещаю 6-летнюю дочку мою. Нет, тебе нельзя так сильно. И серьезно, до обеда иногда мы держим. Все, это Рамадан для детей закончился. Но, Субханаллах, в 7 лет начинают. В 10 лет уже все урозу держат. Не жалейте их. Вы не милосерднее, чем Аллах, субханаллах. Имей в виду, вы не, как бы ни были милосердны, ни вы, ваш милосердие не повышает милосердие Аллаха, субханаллаху ва-та'аллах. И дай Аллах, субханаллаху ва-та'алла, чтобы вы наслаждались это потом и смотрели на ваши дети, как мужчины. Серьезно, сегодня поступают такие жалобы. Мужчина не хочет носить ответственность. Женится 2-3 дня, не хочет. Просто он пошел к маме, мамин сын. Дорогая сестра, если ты рожаешь ребенка, чтобы только кормить его, у тебя этот ребенок только будет баран. Простите за выражение. Мы рожаем детей, чтобы стали львами. Льви голодные, умирают, а, субханаллах, а бродящие собаки, они сыты сидят у своих хозяев, говорит аш-шафи'и. Наша задача не кормить, наша задача воспитать. И, субханаллах, дай Аллах, субханаллаху ва-та'алла, чтобы мы учили ребенка выносливость. Но, поверьте мне, надо начинать с этого возраста, даже 6 лет. До сегодня он не завтракал. Ну и что? Голодный был. Я ходил голодный сколько, он ходил голодный сколько, тот врач ходил голодный сколько. Но, хамбля, удачный человек. Поверьте мне, ничего страшного. Пророк Мухаммад в одном хадисе сказал, «Валлахи ляль-фақра ахши алейкум, клянусь Аллахом, я не боюсь за вас бедность». Бедность и голод, это вот аналогично идут вместе. Однажды видел одного брата, который бьет своего сына. Его сыну где-то 11 лет, если не ошибаюсь. 11-12 лет. Говорю, почему ты его бьешь? Он говорит, он намазный читает. Говорю, хорошо. Кто тебе сказал, что надо бить его за то, что он намазный читает? Он говорит, пророк, салаллаху асаламу, сказал, бейте их в 10 лет, если они намазы читают. Говорю, хорошо. Ну скажи мне весь хадис. Весь хадис, не бери только половину. Он говорит, пророк, салаллаху асаламу, сказал, учите своих детей намазы читать в 7 лет. В 7 лет. И бейте их в 10 лет, если они будут читать. Смотрите, братья мои, от 7 до 10 лет, сколько времени прошло. Смотри, прошло 3 года. 3 года умножаем на 12 месяцев. 12 месяцев умножаем на 30 дней. И 30 дней каждый день. У нас 5 намаз. Умножаем на 5. В Аллаху асалам, если так считаешь, 3 умножаем на 12. 36 умножаем на 30. Выходит у тебя почти, почти 5400 намазов. Значит, он должен был 5400 напоминаний перед тем, как бить. Конечно, этот закон, это я сейчас его ищтихать, мой ищтихать. Значит, у тебя было время, чтобы ты его сначала рассказал. Братья мои, если сегодня не будешь говорить со своим ребенком о Боге, завтра будешь говорить Богу о своем ребенке, что не слушается и так далее. Это с детства надо, с детства. Вы по-любому не более милосердны к Аллаху, субханаху ата'аля. И поверьте мне, на сегодняшний день, если спрашиваешь, что больше всего украшает мужчина, в Аллахе, это не его карман. В Аллахе, это не его карман. Из самых лучших качеств мужчин на сегодняшний день, это веносленность. И из самых лучших качеств матерей, которые на сегодняшний день, это веносленность. И для нас большой урок в Газа. Субханаллах, когда ты разговариваешь с братьями, которые в Газа, Субханаллах, если посмотришь уровень религиозности в Газзе, больше всего в мире почти. Из больших, Субханаллах, Газзе из уровня религиозности. И поверьте мне, братья мои и сестры, больше всего, что украшает нас сегодня, несмотря ни мужчине, несмотря ни женщине, больше всего нас сегодня украшает венословость. Просто так, у меня была консультация семейная, просто так семьи разлагаются, просто так. Причины просто очень жидкие. Очень жидкие причины. И клянусь Аллахом, нигде не научиться этой венословости, как в Рамадане. В Рамадане собирается семья, в Рамадане вместе поклонение, в Рамадане вместе голодеем, в Рамадане вместе кушаем, в Рамадане вместе расходуем. Мы в Рамадане вместе считаем, сколько дней мы не могли держать из-за болезни, из-за цикла, женский цикл, из-за женского цикла. Вместе плотаем фидья, вместе, субханалла, празднуем. Это большой праздник, месяц праздника, понимаете? Берите этот месяц не как месяц голода. Относитесь к нему как месяц образования, месяц выносливости. Если ты посмотришь, брат мой, большинство битв и сражений во времена пророков, салаллаху ассалям, были в Рамадане. Бедр была в Рамадане. Или тут же после Рамадана. Бедр была в Рамадане, первая битра. Открытие Макка было как раз в Шавуэль после Рамадана. Открой в интернете добычи мусульман и что делали мусульманы в Рамадане. Это не месяц сна, не месяц усталости. Нет, месяц выносливости научись. Поверьте мне, дорогие братья и сестры, когда ты работаешь на голодный желудок, намного ты продуктивен. В Аллахе до сих пор остался этот обычай у меня. Дорогие братья и сестры, смотрите на голодного льва и смотрите на сытого льва. Клянусь Аллахом, голодный лев намного интереснее, чем бедный лев. Смотри на него, на голодного льва в лесу. Реально интересен. Реально похож на льва. Иди в какой-то зоопарк и смотри на льва. Питомец жалкий, вонючий, неинтересный. Понимаете, да? Потому что кормить его ему не надо добивать эти добычи. Воспитайте своих детей, как львы. Нам нужно уже, мы устали от этого жидкого воспитания. И еще раз повторяю, наконец, что нет лучшей школы выносливости, как Рамадан. Так поможет мне Аллах и вам пройти этот месяц успешный. Аминь. 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 Аминь.